Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты московское время. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. И у нас сегодня гость. У нас сегодня ученый, палеонтолог, экскурсовод Государственного Дарвинского музея, ну, научный сотрудник, наверное, да, правильно? Да, безусловно. Ярослав Попов. Здравствуйте. Здравствуйте, Ярослав. Как настроение? Отличное, конечно. Как лето проходит у палеонтологов? Обычно лето, конечно же, проходит в экспедициях, но, к сожалению, мне в этом году не удалось никуда выбраться. Но зато удалось добраться до вас, что тоже неплохо. Спасибо, это приятно. Мы, конечно, смотрели мультфильмы про ледниковый период, переживали за ленивца Сида и его сотоварищей, но так ли там все правильно? Вообще, каким был ледниковый период и когда он был? Ну, стоит начать с того, что на самом деле ледниковых периодов в истории нашей планеты было достаточно много, просто нам как бы известен, потому что он ближе всего к нам, конечно, последний ледниковый период, который человечество, собственно, успело еще застать. А на самом деле ледниковых периодов было много и это, скажем так, не что-то аномальное для нашей планеты. Тут хочется спросить, когда следующий, Ярослав, чтобы как-то вот... Есть некоторые оценки, вот я слышал цифру, скажем, в 50 тысяч лет, то есть день через 50 тысяч лет должен следующий начаться. Ну, поживем, увидим. Хорошо, действительно поживем, действительно увидим, да, надеемся, что увидим. А так, на самом деле, последние ледниковые периоды даже были далеко не самые страшные. Вот, скажем, около 600 миллионов лет назад был ледниковый период, который назвали Земля-снежок, потому что считается, что в тот момент вся Земля покрылась ледяной шапкой и вот действительно стала похожа на огромный снежок. И непонятно, как она после этого вообще оттаяла. Как вы этими миллионами туда-сюда... Ну, да, у палеонтологов миллион туда, миллион обратно, это нормальное дело. Вот, но нам, конечно же, понятное дело, для простого народа в ледниковый период это вот что-то представляется, такая эпоха мамонтов, эпоха, там, первобытного человека с копьем, эпоха шерстистых носорогов и так далее. Ну, вот, собственно, именно об этой эпохе, конечно же, речь идет в мультфильме, о котором вы сейчас уже упомянули. Ну, кстати, там, если и был ленивец, то он был, скорее всего, не такой, как сейчас, а был здоровенный, метра по четыре, наверное, да? Дело в том, что в то время были разные ленивцы, ну, вот, и вот те, которые здоровенные, они жили поюжнее. Вот, в основном, вот самые крупные, вот, например, такие, как Мегатерри, обитали в Южной Америке. Вот, но были более мелкие. Но другой разговор, то, что мне не очень понятно, чего вообще, собственно, ленивцу делать, там, скажем так, в тундра степи, рядом с мамонтами, вот, как-то это все-таки не их место. Но сид странный ленивец, так что ему можно. Действительно. На территории, вот, современной России, как ледниковый период, мамонты, какие еще шерстистые носороги, кто присутствовал, кого находит? Хорошо у нас на территории России все с ледниковым периодом. Вот, у нас, не знаю, тут точно цифры не назову, но, грубо говоря, где-то треть страны была покрыта ледяной шапкой. Ну, а, собственно, практически вся остальная территория была покрыта так называемой тундра степью. То есть, вот, как раз территории, прилегающей к ледяной шапке, на которой было достаточно прохладно, но в то же время была достаточно богатая растительность, которая могла вскармливать множество животных, таких, как гигантские мамонты и шерстистые носороги. Ну, а кто, собственно говоря, жил и кого находит? Это мамонты, шерстистые носороги, первобытные бизоны, древние лошади, кстати говоря, верблюды, как это ни странно. Здоровенные тоже были, да? Нет, нормальные совершенно верблюды, да, только вот вряд ли у них были горбы, но, да, и в основном они все-таки вот поюжнее были немножко. Потом сайгаки, пещерные львы, пещерные медведи, пещерные гиены, волки. Саблезубый тигр был у нас? У нас были саблезубые тигры, но раньше. Вот. Вот как раз, опять же, обращаясь к мультфильму «Ледниковый период», они все-таки, скорее всего, показывают Америку. Вот в Америке действительно вот последние саблезубые тигры жили рядом с мамонтами и с ними встречались. А вот у нас саблезубые тигры вымерли значительно раньше, там, пару сотен тысяч лет назад, и уже с нашими пушистенькими мамонтами никогда не встречались. Друзья, если у вас есть вопросы Ярослава, их можно задать ВКонтакте, телерадиоканал «Страна.ФМ». Также у нас есть номер, вы его помните, знайте, 8909-928-1899. СМС, Ватсап, Вайбер, пишите. Ярослав Попов, палеонтолог, ответит на ваши вопросы. Дамы и господа, научный сотрудник Дарвиновского государственного музея, палеонтолог Ярослав Попов. Сегодня в гостях у «Страны.ФМ». Мы говорим о «Ледниковом периоде». Стереотипно, вот мы так обывательски понимаем, что если «Ледниковый период», то вообще все во льду, как в Антарктиде. Ничего нет, земли открытой нет, водоемов нет, все подо льдом. Так ли это было на самом деле, или что-то все-таки там существовало, вот планету можно было потрогать? Расскажите. Не, ну безусловно, ледяная шапка тогда была гораздо больше, чем сейчас. Ну вот, например, в отдельные ледяные эпохи льды доходили до территории Москвы, иногда еще дальше, чуть ли не до Ростова. То есть действительно, эта вся территория была полностью покрыта льдом. А толщина льда можно понять? Ну вот льды доходили, это километры или это может быть? Опять же, в разных местах, по всей видимости, она была разная, но вот действительно там километр, два километра — это нормально. То есть это могло быть такое, скажем так, в некоторых местах, да. То есть шапка была конкретная, и там вряд ли была сильно разнообразная жизнь, хотя судить об этом тоже не очень просто. Но получается, что в районе Анапы могло бы быть что-то, да? Да, безусловно, могло и жило. Но дело в том, что вот как раз вот перед этой ледниковой шапкой вот сформировался совершенно особый такой микроклимат, которого сейчас нет. Называется он мамонтовая степь или тундра степь. То есть это, по сути, как бы по климату, по температурам это была тундра. Единственное, что чуть живет более сухая. Но при этом по количеству растительности это была практически степель, можно даже сравнить ее с саванной. То есть огромное количество всяких злаков, отдельные там маленькие кустарнички и так далее. Вот сейчас такого просто нет, поэтому не с чем сравнить. И вот, по всей видимости, вот именно эта тундра степь как раз вскармливала огромное количество этих животных. Просто гигантских, таких как мамонты, там шерстистые носороги. Причем, мало того, что они сами по себе были крупные, еще и вот судя по тому количеству костей, которые находят, по всей видимости, их численность была очень крупная. То есть их было действительно много. И таким образом можно судить о продуктивности, скажем так, этого сообщества. То есть насколько действительно много было растительности. Мамонт жил как слон, да? Сколько лет? Лет 30, да, они живут? Ну и побольше, и до 60, может быть, даже до 70 доживал. Ну действительно, как слон, да. Как человек сосуществовал с животными? И вообще, что он делал тогда в этом морозильнике? Ну, то, что человек здесь жил, это совершенно точно. То есть стоянки находит, и это не единичные случаи. Вот. Ну и, соответственно, как жил? Ну, видимо, не просто ему жилось. Утеплялся, наверное, да? Утеплялся, безусловно. Вот как раз, возможно, для этого он использовал всевозможные шкуры, и в том числе шкуру мамонта. Вот. Есть некоторые свидетельства о том, что он дома даже строил себе из бивней мамонта, и потом шкуры их накрывал. Очень удобно, да. Безусловно, в пещерах скрывался, и там как-то утеплялся, не зря там многочисленные стоянки. Огонь уже использовали тогда люди? Да, да, конечно же. Если там мы говорим о последнем ледниковом периоде, то это там уже вовсю использование огня, это уже в основном человек современного типа, хотя еще и последние неандертальцы в это время доживали. Вот. То есть они уже были достаточно прогрессивны, уже много чего знали. А есть информация, вот, неандертальцы и гомо-сапиенс, да, как-то они конфликтовали, потому что, мягко говоря, отличались друг от друга? Да, безусловно, они отличались, и, скорее всего, они конфликтовали. И то, что они сталкивались, этим доказательство тоже есть. И больше того, есть доказательство того, что они скрещивались. Вот это да. Да, у нас с вами где-то от 1 до 5% генов неандертальцев есть 100%. Чистокровные кроманьонцы живут только в Африке, Южнее Сахары. Вот у всех остальных народностей есть примесь неандертальской крови. Давайте мы это все переварим, а после чего, друзья, вернемся. Ярослав Попов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Ярослав Попов по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, у нас настоящий профессиональный палеонтолог. Мы сегодня задаем вопросы. Вопросы, ну, собственно, о том, каким был ледниковый период, как там выживали животные и какие температуры были, ну, примерно, да, вот. В то время, например, здесь, вот в Москве, в Московской области. Какие холода тут стояли? Не, ну, опять же, когда вопрос главный? Потому что ледниковых периодов было несколько, и даже во время ледниковых периодов были отдельные эпохи потепления и похолодания. В самый раскрученный ледниковый период. Ну, вот, например, последняя стадия леденения, такая самая суровая, была где-то от 20 до, по-моему, 15 тысяч лет назад. Вот, ну, тогда уже ледяная шапка до Москвы не доходила, она была чуть севернее. Ну, соответственно, здесь были условия, грубо говоря, такие же, как сейчас на Дальнем Востоке, в условиях, там, тундры какой-нибудь, да. То есть каких-то аномалий, таких, которых сейчас нету. Минус 120 нет. Да, таких не было. Но просто вот то, что сейчас находится далеко на севере, оно было гораздо сдвинуто ближе к югу, и было распространено на гораздо большую территорию. Ну, вот, ну, соответственно, какие там бывают? Ну, морозы бывают до 45, да, в отдельные зимние месяцы. Ну, вот, в отдельные летние месяцы бывают, наоборот, очень жарко, там, вообще чуть ли не до 30 градусов. Возможно, что у нас что-то подобное было. Конечно, в среднем температура, наверное, держалась где-то на уровне, там, нуля градусов, там, не знаю, плюс 5, если там, среднегодовую брать. Но, опять же, я, так сказать, это все можно посмотреть, это все можно почитать, это, на самом деле, все очень четко подсчитано. Есть там особые методики, там, в первую очередь, по соотношению различных изотопов, это все подсчитывается, там, различные изотопы кислорода, углерода, азота, там, это все, их соотношение показывает очень хорошо температура. Поэтому там даже отдельные графики строят, когда там будет чуть теплее, когда чуть холоднее. Ну, просто я вот сейчас вот так вот точные цифры вам не назову, не помню. Кроме человека, Ярослав, кто с тех пор, с ледникового периода, да, вот, из современных животных сейчас на планете проживает? Кто доживу до наших дней? Кто дотянул, да, кто пережил этот самый ледниковый период? Ну, на самом деле, подавляющее большинство животных, которые обитают сейчас, собственно говоря, появились еще в ледниковом периоде. Не так уж много за последние 10 тысяч лет появилось каких-то новых. Ну, лиса, зайцы, например. Лисы были, ну, вот, зайцы были. Я, по-моему, лисы даже были именно того же, вид, насчет зайцев, вот, точно не скажу. Вот, например, бурый медведь совершенно точно уже в ледниковом периоде существовал. Хотя, вот, как ни странно, белый мишка уже появился чуть-чуть, говорится, позже. Потом, например, волки абсолютно такие же были, как сейчас, это тоже совершенно точно. Дикие лошади, правда, сейчас их уже, по сути, можно сказать, не осталось. Но вот, в принципе, до того, как они еще жили, пока всех их не одомашнили или не перебили, они, в общем-то, тоже с ледникового периода практически не изменились. Олени, пожалуйста, северные олени, благородные олени. Это все тоже абсолютно типичная ледниковая фауна. Сайгаки, вот. Ну, моржи, безусловно, да. Ну, а вообще, что касается водных животных, как у них вот было в то время? То же самое они приспосабливались. В принципе, для них, если они живут там в температуре плюс 3, да, тогда, наверное, была плюс 3, чтобы вода была жидкой, насколько я понимаю, соленая вода. Ну, опять же, все то же самое, что и сейчас, ничего нового. То есть, просто, опять же, то, что сейчас северный ледовитый океан, там, не знаю, небольшой относительно, тогда все то же самое, там продолжайте до широт Москвы. Ну, вот, там прекрасно, как говорится, живут подо льдом всевозможные животные. Акула — это древнее животное? Вот, когда она появилась и... Перекинула-то сквозь время. Да, акула — очень древнее животное. В принципе, считается, что акулы появились более 400 миллионов лет назад. Вот, даже, по-моему, там 450 где-то так, миллионов лет назад. Динозавры тогда были, то есть они могли как-то... Нет, их тогда еще не было. Их тогда еще не было даже в проекте. Акулы уже были. То есть, смотрите, динозавры, они, в общем-то, салаги, молодежь на фоне акул. Да, да, безусловно. То есть, акулы появились, когда о динозаврах еще никто и не знал, и даже не думал. Потом жили во времена динозавров, прекрасно себя чувствовали. И до сих пор живут, и, как говорится, царствуют в морях. То есть, по сути, они, получается, устроены настолько уникальные. И такая у них хорошая адаптация к их образу жизни, что им особо-то меняться за миллион лет даже не нужно. Ну, какие-то косатки, вот эти товарищи-дельфины, у них как? Эти товарищи в более-менее современном виде появились где-то 20 миллионов лет назад. Но, собственно говоря, вот их история началась где-то 45 миллионов лет назад. Они так постепенно стали уходить под воду. Но вот где-то 20 миллионов лет назад, там 18-17, уже были практически такие же, как и сейчас. Они суши в воду, да? Так у них было? Да, 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 да. Причем вначале это были такие маленькие парнокопытные животные, такие, можно сказать, лисы на копытцах маленькие. Да вы что? И потом это вырос кит из этой лисы. И потом, да, чепанечко ушли в воду, стали такие сначала похожи на бегемотиков, но потом у них там ласты, все как полагается, там ноздря наверх уехали, и все. По позвоночнику не надо поддерживать большое тело, собственно, тело в невесомости как будто, и стали увеличиваться в размерах, правильно я понимаю? Ну, в общем-то, да, отчасти это так и есть. И потом кормовая база в воде весьма большая, крупная. И особенно в виде мелких каких-нибудь рачков типа криля. Не зря у нас, как говорят, самые большие животные, это все-таки именно синий кит, или там та же китовая акула, то есть именно те, которые питаются самыми мелкими рачками, потому что бегомасса их просто невероятная. Друзья, вы смотрите и слушаете Страну ФМ, Ярослав Попов в гостях у Страны ФМ. Сейчас мы сделаем маленькую паузу, ну а потом продолжим опять разговаривать. Дамы и господа, это телерадиоканал Страны ФМ. Ярослав Попов, палеонтолог в гостях у нас. Сегодня мы рассуждаем о ледниковом периоде, о том, как в то время и кому жилось. Значит, я расспросил по поводу акул, по поводу мегалодона Ярослава, и он сказал, что, в принципе, эта штуковина могла действительно прожевать. Не могла, прожевала. Зубы находят, это как бы медицинский факт. Ну, это был один вид мегалодона, или это было несколько акул, которые вот просто классифицируют просто мегалодон? Крупных акул, безусловно, было много. Но, собственно, мегалодон — это вид. То есть это конкретный вид, соответственно, один-единственный. Он самый большой считается. Да, он считается самый большой, это правильно. Вот, кстати говоря, вот мегалодона — тот самый редкий случай, когда народ знает название вида, потому что обычно мы знаем название родов. Вот, скажем, если взять того же мамонта, там, не знаю, носорога, это все рода. Там, не знаю, тираннозавр, стегозавр — это все рода. А вот мегалодон — это конкретный вид. А вот как раз с родом у него большая проблема. Его то к белым акум относили, к архарадонам, то там к вымершему роду, к архарахле сейчас еще, там в третий род его переместили. В общем, бедному мегалодону никак места не найдут. Ну вот, я говорил, единственная проблема с мегалодоном — не то, что мы не знаем, был ли он, а вот то, что мы не знаем, как он точно выглядел. Вот именно из-за этого там проблемы с его систематикой, непонятно, куда его определить. Потому что от мегалодона находят только зубы. Ну вот, и как бы понятно, что эти зубы чем-то похожи на зубы большой белой акулы, что они были гораздо больше. То есть явно это было что-то очень большое. Ну вот, если так вот люди, может быть, не так интересуются палеонтологией, не знают про эту рыбу, только услышали, сколько примерно он в длину был? Ну так вот, если посчитать размер зуба. Ну опять же, оценки были самые разные. Ну вот, некоторые были очень смелые. Но вот сейчас как-то сходятся на цифре где-то от 18 до 25 метров. Сейчас смеются синие киты, понимаете, в океане. Да, синие киты, они, конечно, побольше, да, я согласен. Но тут другой разговор, то что это же синий китон. И, как известно, питается мелким крилем. А это был действительно хищник. То есть, конечно, если сравнивать с теми же касатками, он явно был покрупнее. Он питался касатками, скорее всего, если они в то время жили тогда. А-а-а, по-моему, вот именно такие касатки, как сейчас, тогда еще не были. А, тогда еще они с копытцами ходили, скорее всего. Нет, нет, нет. Мегалодон, на самом деле, это совсем не такое древнее животное, как многие думают. То есть, там первые появились где-то с десяток миллионов лет назад, а последние вот там два миллиона лет назад еще плавали. То есть, относительно это недавно. И уже более-менее были животные тогда современного облика. Но вот таких вот именно видов, как там синий кит, скажем так, еще не было. И вот все-таки в целом киты были чуть-чуть поменьше. И вот как раз китами, скорее всего, мегалодоны и питались. Ну, ой, жалко китов. Скажите про черепах. Черепахи — это насколько древние животные? Очень древние. Вот. Черепахи, безусловно, тоже очень древние животные. Ну, с черепахами тут тоже история такая непростая. Их постоянно переизучают, постоянно у них меняется какая-то родня. Вот долгое время считалось, что древнейшими родственниками черепах являются так называемые щекастые ящеры, щекозавры. Вот. Которые обитали еще там 280 миллионов лет назад, где-то так. То есть, действительно, тогда это получается очень древняя группа. Но потом, вот последние исследования показали, что вот эти вот самые древние, которые были внешне очень похожи на черепах, они вот только внешне были похожи. Все-таки по строению костей, по там соотношению отдельных элементов, они довольно своеобразные, скорее всего, они просто вымерли. А черепахи, скорее всего, сформировались из чего-то, из родни ящерицы, которая постепенно вот обросала, собственно, панцирем, стала менее поворотливая, вот, и заняла свою экологическую нишу. Но вот я точно не помню, но, по-моему, это вот мезозойская эра во время формирования черепах. То есть, ну, где-то эпоха там динозавров около 200 миллионов лет. Ну, тоже, в общем, такие немолодые живые. Ну, немолодые, да, конечно. Ярослав, если бы вы отправились сейчас в любую экспедицию, в любую точку нашего земного шара, что бы вы отправились и куда искать? Вот как палеонтолог, расскажите. Сейчас инвесторы, например, слушают, куда бы махнуть. Итак, расскажите. Ну, дело в том, что палеонтология, наука большая, вот, и каждый ученый специализируется в своей какой-то отдельной нижней. Вот, я про вас, да. Вот, и если говорить конкретно обо мне, то я занимаюсь ископаемыми рыбками, а если быть совсем конкретно, то рыбами, иглами и морскими коньками. Вот их истории, их истории формирования этой группы очень своеобразные, необычные. Там, как у них панцирь появился, как их вот так вот свернуло бедняжек. Да, как у них сформировалась эта уникальная особенность, то, что там самцы вынашивают в сумке детенышей, там, беременные ходят. Вот, поэтому меня, конечно же, интересуют наиболее рыбные места. Отличные рыбные места у нас в Краснодарском крае, куда мы как раз частенько ездим, в республике Адыгея. Ну, и, конечно же, одни из самых, наверное, лучших рыбных мест, куда мне до сих пор не удалось попасть, но очень хотелось бы, это Италия, так называемое местечко Монте-Болько. Там просто шикарные отложения, одни из самых древних, с великолепной сохранностью и с огромным разнообразием. Там была такая древняя лагунка, очень красивая и очень много рыбочек. Ну, это мы пофантазировали, а куда по факту собираетесь, в какое время отправиться? Есть вообще? Я говорю, вот как раз в этом году не удалось, к сожалению, но вот если бы удалось бы, то вот сейчас как раз... То в Италию? Ну, в Италию, к сожалению, не получилось. Или в Краснодарский край? В Краснодарский край, конечно. Хорошо. Вот. Ну, а если брать, в принципе, интересные места, которые у нас есть, и куда частенько с экспедиции ездят поблизости, скажем так. Вот у нас очень интересное местонахождение так называемых зверообразных рептилий, звероящеров, то есть наших, скажем так, дальних родственников. Змей Горыныч, что ли? Что это? Слушайте, как хорошо, что вы сказали про змея Горыныча. Вот буквально пару, наверное, недель назад, нет, уже побольше, месяц назад описали зверообразную рептилию, которую назвали Горынычус, в честь змея Горыныча. Вот так, чтобы как раз... Горик Сукачевцы тоже Горыныча зовут иногда. Совершенно четко сказали, да. Так вот, эти весьма своеобразные животные, зверообразные, у некоторых выросты на морде, такие ужасно морды и ящеры, некоторые немножечко на обезьян. Они когда жили, давайте вот сразу, как палеонтолог? Это, значит, появились где-то около 300-320 миллионов лет назад. Рассвет их приходится где-то от 300 до 250 миллионов лет назад. Ну и потом продолжали уже так, правда, худо-бедно жить во времена динозавров, дожили практически до конца их эпохи, где-то там около 100 миллионов лет назад вымерли. Ну как вымерли? То есть сами они вымерли, но при этом еще там 250 миллионов лет назад дали начало собственным млекопитающим, которые до сих пор живут. Всем млекопитающим. То есть, в принципе, среди зверо-ящеров надо искать всех предков, в том числе предков человека. То есть мы не только немножко неандертальцы, но еще и змеи Горынычи. Ой, да если дальше забираться, то мы немножечко лягушки, а также немножечко рыбы, и вообще так мы и до червей дойдем. Друзья, на человеческом языке прошу вас минуточку внимания. Мы очень скоро вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ярослав Попов, палеонтолог, дорогие друзья, экскурсовод, научный сотрудник Государственного Дарвинского музея. Сегодня в гостях у «Страны.ФМ». Мы разговариваем о ледниковом периоде, да и не только о нем, вообще интересные вещи Ярослав рассказывает. Вот иногда в интернете можно почитать в средствах массовой информации о том, что вот-вот мы там клонируем какого-нибудь древнего зверя, мамонта там, например, или того же шерстистого носорога. С этим как в палеонтологии? Что сейчас? На каком этапе? Ну это на самом деле, конечно, скажем так, эти вопросы отстоят на некотором расстоянии от палеонтологии, потому что они все-таки ближе к генетике. Ага, вот. Но, безусловно, материал, так сказать, должны предоставить палеонтологи. Мамонта-то где возьмут, конечно, без вас никуда? Да, да, да. Но как вам сказать, на самом деле с этим все обстоит, а по большому счету, плохо. То есть действительно проекты такие есть. То есть это не то, что там какая-то фантазия и какая-то утка. Действительно есть проекты, действительно на это выделяется большое количество денег, средств, отдельные какие-то экспедиции снаряжаются там с северой, поиск каких-то особо хорошо сохранившихся туш. Там выделяются и ведутся различные исследования, особенно активно этими японцы занимаются. Но вот в чем проблема. На самом деле, фактически, у нас нет еще ни одного целого ДНК древних каких-то животных. Японцев можно понять. Видимо, они Годзилу делают, потому что я не знаю, зачем японцам так надо. То есть пока можно успокоиться, завтра не будет по Тверской мамонт ходить. Завтра, безусловно, нет. Хотя, вот опять же, буквально там полгода назад вышла такая новость, то, что все, надоело искать гены мамонта. Не будем мы искать мамонта, мы его сделаем сами. Вот, мы изобретем мамофанта, изменим генетику слона, сделаем его похожим внешне на мамонта, добавим ему шерсти и получим вот мамонта версия 2.0. Франкенштейн какой-то такой будет. Да-да-да, то есть путем генной инженерии решили подойти к этому вопросу. Но опять же, не знаю, насколько это все правдоподобно и получится или нет. Расскажите, пожалуйста, да. Да, но я просто хотел сказать, что в чем проблема-то. Вот то, что, казалось бы, там есть очень хорошая сохранившаяся туша мамонта, когда там и органы остались, и там даже мозг, и все это можно изучать, смотреть и так далее. Но проблема в том, что ДНК на самом деле достаточно хрупкая молекула. И при быстрой заморозке она разрушается. Сохраняется иногда так называемая митохондриальная ДНК, то есть ДНК, сохранившаяся в отдельном органоиде митохондрии. Она может дать достаточно много информации ученым, ее действительно изучают, ее уже хорошо изучили. Но клонировать по ней никого нельзя. А вот ядерная ДНК, вот она... Раньше думали, что она при разморозке разрушается. И вот в основном, когда находят мамонтов, их находят местные жители, они уже там подтухнут, сгниют немножко. И потом, когда приезжают ученые, повторно его замораживают, это уже там все испорчено, такое мясо немножко. Что мы посоветуем местным жителям, которые вдруг нашли мамонта? Как его сохранить, чтобы ДНК ядерную забрать? Ну, опять же, я вот как раз стал говорить про то, что даже вот было последние несколько находок, которые практически не разморожены, и все равно там ДНК ядерная была разрушена. То есть она разрушается, в принципе, по всей видимости, уже при заморозке. При такой вот резкой заморозке разрываются ядра клеток, и все. А что касается местных жителей, они, в принципе, и сами неплохо уже знают, что делать. Уже сейчас, так как достаточно много всевозможных этих находок древних животных, там и щенят нашли, и пещерных львят нашли, и вот мамонтят огромное количество сейчас нашли в последнее время. Поэтому, в общем-то, местные жители уже наслышаны, там в интернете читают и знают, как это все делается. То есть, как правило, во-первых, сейчас очень быстро реагируют власти, если сообщают о находках подобных, уникальных. И, во-вторых, местные жители обычно, если, так сказать, сообразительные, знают, чего надо делать, они не трогают эту тушу, и больше того, его даже чем-то накрывают, или даже вокруг строят какое-то что-то вроде хижинки какой-то, чтобы сохранять там лед. Ну, а самые предприимчивые еще и билеты тут же начинают продавать. Ярослав, значит, расскажите, что в Дарвиновском музее сейчас, что может быть осенью, что мы можем пойти сами смотреть, детей привезти, что там у вас там новенького, интересненького? Ну, Дарвиновский музей никогда не стоит на месте, у нас все время все меняется, у нас есть отдельный выставочный комплекс, в котором постоянная экспозиция меняется. Но вот у нас вот как раз сейчас вот две или три выставки заменилось. Ну и что у нас можно найти интересного? Ну, можно найти фотовыставку, посвященную футболу. Еще вот чемпионат недавно прошел, его там очень много... Не прошел мимо вас, да? Да, не прошел мимо нас, у нас было много выставок, но фотовыставка до сих пор осталась очень красивой, можно посмотреть. Там как и невесты играют в мяч, и как животные играют в мяч, и как все забивают, и как медведь стоит на воротах. В общем, все замечательно. Потом есть у нас выставка бестиарий, с всевозможными очень необычными скульптурами и рисунками. Есть у нас выставка, посвященную волку. Волку? Да, обычному, тому самому серому. Тому самому серому волку. Так называется, о хищнике сером замовите слово. Есть выставка, посвященная собачкам. В общем, очень много всего интересного, приходите, посмотрите. Да, и, кстати, разумеется, приглашаю всех на территорию Дарверовского музея, где у нас находится палеопарк, где можно познакомиться как раз с представителями древней фауны, которая когда-то обитала на территории нашей страны. И у вас еще какие-то были 3D, там фильмы тоже интересные. Вот с ними как идут они? Ну, конкретно в настоящий момент у нас ведется ремонт кинозала, поэтому вот в данный момент нет. У нас этих 3D-фильмов нет. У нас есть, правда, еще там всякие 4D-комплексы, там интерактивные, где-то все работает. Вот есть всякие там пройди путем эволюции и прочие интерактивные тоже там композиции. Вот конкретно кинозал у нас сейчас закрыт, но у нас он уже ремонтируется месяца три, и я вот подозреваю, что к первому сентября его откроют. Отлично. Чуть-чуть осталось подождать. Хорошая новость, мы потерпим. Большое спасибо. Я вас благодарю. Я желаю, чтобы вы отправились и в Италию, и в Краснодарский край, и нашли то, что вы ищете. Ну и, собственно, до встречи уже у вас там, в Дарвиновском музее. Приглашайте, может, еще что-нибудь интересненькое обсудим. Хорошо. Друзья, Ярослав Попов был в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Скажите, пожалуйста, Лохнесское чудовище, вот еще мне вопрос интересует, миф или все-таки что-то есть правдивое под этой информацией? Есть секунды. Ну, плезиозавры жили, это точно. Но вот конкретно в озере Лохнесс их нет. Все. Спасибо. Выдохнули. Ярослав Попов в гостях у «Страны.ФМ». Пока.